МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Начинаем 14-ю лекцию по теме «История церкви». Раздел 14. Реформация в Англии. Первое. Особенности реформации в Англии. Английская реформация не сосредотачивалась на доктрине и богословии. Она была сфокусирована на государственном и церковном праве. Второе. Причина английской реформации. У Генриха Восьмого существовали разногласия с папой в связи с брачными вопросами. Генрих Восьмой хотел жениться на Екатерине. Жене своего старшего брата. Но церковь не признала этот брак. Он женился на ней, несмотря ни на что. За 15 лет брака его жена Мария не родила королю ни одного ребёнка. В связи с этим Генрих Восьмой попросил папу провозгласить. Этот брак был заключён не по воле Божьей. То есть аннулировать его. Однако папа отклонил его просьбу. В 1533 году Генрих Восьмой женился на придворной даме. Анне Болейн. Папа осудил этот брак. Это стало причиной английской реформации. Третье. Реформаторские методы. Король разорвал связи с папой и основал англиканскую церковь. Затем в 1535 году он издал акт от Супрематии, по которому главой церкви Англии становился он сам, а не папа. Кроме того, в акте запрещалось платить налоги папе, и запрашивать у него судебные слушания. Король распустил монастыри и назначил деньги, выделяемые на их содержание королевской семье. Во время всех этих нововведений Генрих Восьмой теологически и религиозно придерживался католицизма. Он сжигал на кострах людей, отрицавших присуществление. 4. Религиозная политика англиканской церкви В это время в Европе протестанты и католики находились во враждебных отношениях. Но в Англии обе конфессии подверглись одинаковым притеснениям. Государственная власть утверждала, что народ должен подчиниться лишь англиканской церкви. Затем в 1559 году парламент принял акт о супрематии. Далее была принята книга общих молитв. Во время причастия хлеб стали передавать и простым людям. Из церквей были убраны кресты, алтари и иконы. Народу разрешили носить повседневную форму одежды. Однако многие римско-католические ритуалы остались без изменений. В 1563 году был принят свод догматов англиканской церкви. 39 статей. Они были сходны с идеей о причастии Жанна Кальвина. До этого в догмах отдавалось предпочтение присуществлению. По сравнению с римско-католическими идеологиями статьи выглядели более прогрессивными и близкими к протестантизму. Но в конце концов реформация в Англии сосредоточилась на ритуалах. Именно по этой причине поднялось пуританское движение, выступавшее против нее. Пятое. Деятели, связанные с английской реформацией. Генрих Восьмой Генрих родился в 1509 году, а умер в 1547. По просьбе Папы Льва Десятого он запретил книги, написанные Мартином Лютером. Но из-за его второго брака между ними и Папой сложились плохие отношения. А это послужило причиной реформации. Генрих Восьмой признавал семь таинств римского католицизма, такими, какие они были изначально. Томас Кранмер Годы жизни 1489 по 1556 по 1556. Томас был ключевой фигурой английской реформации. Генрих Когда Генрих Восьмой стал конфликтовать с Папой, Кранмер подумал, что ему подвернулся отличный шанс и встал на сторону Генриха. Генрих Восьмой симпатизировал ему. В 1533 году он стал архиепископом Кентерберийским, представителем Английской Церкви, а также служил пастором при дворе. После смерти Генриха Восьмого королем стал Эдвард Шестой. Но поскольку он был очень юн, Томас Кранмер проводил реформацию сам и выполнял функцию регента. В это время изменились ритуалы поклонения, а вместо латыни поклонений стали использовать английский язык. так же он разрешил священнослужителям вступать в брак. Томас Томас написал молитвенник, основанный на кальвинизме и подготовил 42 статьи. Кранмер часто обменивался письмами с Джоном Кальвином. Будучи епископом в важном церковном регионе, он назначал на посты верующих протестантов. После смерти Эдварда VI королевой стала Мария. Именно во время ее правления Томас был сожжен на костре за измену и ересь. Уильям Тиндейл Вильям родился в 1494 году и умер в 1536 году. Он учился в Оксфордском и Кембриджском университетах. Вильям был первым, кто перевел Библию на английский язык. Однако его обвинили в ересе и повесили. Эдвард VI правил с 1547 по 1553 год. Он являлся сыном Генриха VIII, который стал королем в юном возрасте и сделал Томаса Кренмера и его дядю Саммерсета регентами. Он также придерживался кальвинистских идей. Эдвард назначил протестантов на важные руководящие церковные должности. Он приглашал известных богословов и утверждал их в профессорских должностях. Королева Мария I Она родилась в 1516 году и умерла в 1558. Мария I была дочерью Генриха VIII. после смерти Эдварда VI она начала притеснять протестантов и пыталась вернуть Англию в католическое лоно. Королева брала под стражу протестантских пасторов и епископов и сжигала их на кострах. По этой причине ее прозвали Кровавая Мэри. Елизавета I Елизавета I правила с 1558 по 1603 годы. она являлась дочерью Генриха VIII и управляла Англией в течение 46 лет. Это был период Великого Английского Возрождения. Внутри Англиканской Церкви Елизавета подчеркивала послушание. В эпоху ее правления укрепилось пуританство. Таким образом Английская Реформация сконцентрировалась в руках Генриха VIII его сына и дочерей. Раздел 15 Германия перед Тридцатилетней войной. Первая Шмалькальденская война. Эта война проходила с 1546 по 1547 год. Она началась между протестантскими князьями и католиками Карла V. Давайте рассмотрим эту войну. В 1531 году протестантские князья заключили союз в Шмалькальдене. В ответ на это германский Карл V Священной Римской империи заключил заключил военный союз с папой и испанскими отрядами. Морец морец герцог саксонский ранее ранее был протестантом, но но перешел на сторону императора Карла V. в в В следствии этого протестанты потерпели поражение. Аугсбургский Аугсбургский предварительный интерим герцог этой декларации была причина опасаясь набирающего власть императора папа призвал подкрепление. В 1548 году император узнав об этом заявил что будет добиваться очищения веры собственными силами. После этого он исповедался. вот некоторые постановления из интерима. Церковным служителям разрешался брак. Простые верующие получили право причащаться вином. семь таинств остались неизменными. Была признана месса по усопшим. Почитались добрые дела святых. фактически была признана римско-католическая система. Однако она не всегда соблюдалась за пределами Юга Германии. Третья Аугсбургский мир Морец и другие регенты раскаялись и в марте 1552 года напали на императора и свергли его. После этого было созвано национальное собрание. 25 сентября 1555 года протестанты и католики пришли к соглашению. Условия мира заключались в следующем. римско-католические верующие, приверженцы аугсбургского вероисповедания и лютеранская церковь имеют одинаковые права. римско-католики. 255 однако они не признали всех протестантов. Кальвинисты и цвинглянцы не принимали участие в этом совете. так же было постановлено люди должны иметь ту же веру, что и государство. Если кто-то выступает против этого указа, то он должен продать все имущество и переехать в другое государство. Четвертое. Отречение Карла V от престола в 1556 году. Карл V отдал все области, которыми он владел, своему сыну Филиппу II. Ему принадлежали Испания, Индия, Нидерланды и Италия. Должность святого римского императора была передана его младшему брату Фердинанду I. В 1564 году Фердинанд I передал трон своему сыну Максимилиану II. Рома раздел 16 30-летняя война Это была война между католиками и протестантами за веру и учение. Они сражались друг с другом за свои убеждения. В немецкой империи война происходила в более политическом ключе, чем религиозном. Война длилась с 1618 по 1648 годы. Первая причина войны. Германский император Священной Римской империи Рудольф II даровал свободу протестантам. Однако, когда правителем стал католик Фердинанд II, он начал преследовать протестантов. Реформаторы не сдались, бросили вызов католикам и тем самым начали затяжную 30-летнюю войну. Но есть прямая причина войны. Король Густав II Адольф из Швеции активно поддерживал протестантов в католическом протекторате Богемии. Второе Хронология военных событий. Первая стадия с 1618 по 1623 год. Эта война называлась Пфальдской войной. император притеснял протестантов и заставлял разрушать церкви. Это послужило началом войны. В считанные дни протестанты захватили Прагу. Английский король не помог протестантам, что не позволило лютеранам принять участие в этой войне. Победа осталась за католиками. Император стал восстанавливать католицизм и угнетать протестантских пасторов. Это привело к тому, что 30 тысяч человек ушли искать убежище в другие государства. Вторая стадия с 1625 по 1629 год. Эта кампания известна как Датская война. Король Дании Кристиан IV присоединился к армиям Англии и Нидерландов, поддерживающим протестантов, но войско немецкого императора отбросило их назад. Третья стадия с 1630 по 1635 год. Это столкновение еще известно как Шведская война. Шведский король Густав II Адольф вторгся в Святую Римскую империю с намерением помочь протестантам. Однако генерал Валенштейн вытеснил его. Четвертая стадия с 1635 по 1648 год. Она также называлась Французской войной. Валенштейн держать короля Германии под контролем, Франция помогла протестантской Швеции напасть на Италию. Это привело ее к большой неразберихе с Германией. В конце концов Германия и протестантские князья подписали Вестфальский мир. Итоги войны. Война сократила общее население на одну треть. В общей сложности погибли 620 пасторов. Образование, политика, экономика и культура находились в критическом состоянии. Война привела к подписанию в 1648 году Вестфальского мира. Четвертое. Вестфальский мир. Это мирное соглашение, подписанное Германией и Швецией в 1648 году после Тридцатилетней войны. Пункт А. Религиозные постановления. Католикам, лютеранам и кальвинистам были даны одинаковые права. Право церкви на собственность и имущество было возвращено в положение от 10 января 1624 года. Люди получили право на свободное перемещение. Собственность не подлежала конфискации. Отношения между лютеранами и реформаторской церковью должны были соответствовать положению, сложившемуся на момент подписания мира. Пункт Б. Политические постановления. Швеция признавала независимость Нидерландов. Германия признавала независимость Швеции. К Швеции переходила часть Померании и остров Рюген. Франции отходили Мец, Тулуза, Верден и Эльзас. Страны Европы могли свободно сотрудничать друг с другом и заключать пакты. Раздел Семнадцатый Арменианство и Синод Дорта. Яков Армений. Яков родился в 1560-м и умер в 1609-м году. Он был выходцем из региона Аудеватера южной части Нидерландов. Он учился за границей в Женеве, а в 1588-м году стал пастором в Амстердаме. Яков был человеком выдающегося красноречия и эрудиции. Когда правительство попросило его доказать несостоятельность идеи Карнерхта, он подробно изучил эту тему. Идеология тронула его до глубины души. В 1603-м году он стал профессором Лейдинского университета, где начал выступать против идеи Кальвина о предопределении. Второе различие между кальвинизмом и армянианизмом. Пункт А. Кальвин придерживался идеи полной невозможности уверовать в Господа и спасти свою душу без Божьей помощи. Армений ратовал за свободу воли. Пункт Б. предопределение предопределение Кальвин сказал Бог избирает в безусловном порядке. Армений выразился Бог знал заранее избранных заранее. Пункт В. Кальвин утверждал об искуплении грехов не всего человечества, но избранных. Армений был за неограниченное искупление. Пункт Г. Благодать Кальвин заявлял о непреодолимой благодати. Якоб придерживался мнения, что человек может противостоять Божьей благодати. Пункт Д. Неотступность святых. Кальвин настаивал, что Господь защищает верующих до конца. Армений говорил, что нельзя с уверенностью утверждать, защищены ли верующие. Третье. Синод Дорта. Синод Дорта ставил своей целью положить конец спорам между кальвинистами и арменианистами. Но в итоге на нем были отвергнуты арменианские богословские формулировки. Синод состоялся 13 ноября 1618 года в городе Дардрехт Нидерланды. На нем присутствовало 84 члена Национальной Нидерландской Ассамблеи. Армений выступал в качестве обвиняемого. Давайте рассмотрим резолюции Совета. Синод отказал всем членам арменианства. Они согласились с доводами кальвинистов и приняли канон Дорта. В результате арменианство ослабло. Канон Дорта оказал большое влияние на вестминстерское исповедание. Раздел восемнадцатый Социнианское богословие Фауст Социн отрицал доктрину о Троице и выступал за унитаризм. Аннабаптисты и мистики Средневековья тоже верили в эту идеологию. Однако Социн придал унитаризму более четкую форму. Первое. Фауст Социн Фауста Соззини. Фауст родился в 1539 году и умер в 1604 году. Он был итальянским аристократом и адвокатом. Стремясь угодить своему дяде Лелию Социну, он поставил противостояние учению о Троице задачей всей своей жизни. С этой миссией он отправился в Польшу. Ближе к концу своих дней Фауст не смог завершить формирование своего вероучения и катехизиса. Он умер, так и не закончив их. В 1605 году Шмальц завершил его труды, основав церкви и школы. Но в 1638 году иезуиты закрыли их и подвергли их членов гонениям. Второе его идеи он считал, что вера это одобрение Божьих постановлений и обещаний. Социн сказал, что Библия это книга, которая учит основным принципам и морали. Пункт А. Христология. Он подчеркивал, что Христос был учителем. Фауст отрицал доктрину об абсолютной божественности и человечности Иисуса, заключенных в одном человеке. То есть он отрицал, что Христос это Бог в человеческом обличии. Он утверждал, что Иисус отличался от других людей лишь своим чудесным рождением. Пункт Б. Искупление. Социн отрицал искупление Христа и придерживался мнения, что учение о Троице никак не влияло на спасение человека, а было просто полезным знанием. Раздел 19 Греческая церковь 1. Кирилл Лукарис Ключевым деятелем греческой церкви являлся Кирилл Лукарис. Он родился в 1572 году на острове Крит. В 1602 году Лукарис стал архиепископом Александрийским. Кирилл В 1616 году он связался с Джорджем Эботом, архиепископом Кентерберийским, написав ему письмо. Кирилл также передал в дар Александрийский кодекс королю Англии Чарльзу Первому. В 1621 году он стал архиепископом Константинопольским. Лукарис опубликовал символ веры в Женеве. за что его обвинили в ереси. Богослова отлучали и восстанавливали около пяти раз. Но в итоге его казнили в июне 1638 года. Второе Русская церковь Пункт А В результате вторжения монголов Россия потеряла связь с Европой. Но христианство в значительной степени распространилось внутри страны. Пункт В На первых порах ядром церкви был Киев. Но в начале 14 века она была перенесена в Москву. Пункт В Патриарх Филарет Романов Годы жизни с 1553 по 1633 Патриарх и монастыри сыграли главную роль в усмирении в усмирении и прекращении беспорядков. В 1613 году его сын Михаил Романов стал императором. Пункт Г Никон Никон был патриархом с 1652 по 1667 год. Будучи преемником Филарета Романова он пытался реформировать русскую церковь. Он запретил церковным служителям пить и установил полиграфические центры для совершенствования документов. Он работал над исправлением церковной музыки. Пункт Д. Петр Великий Петр Первый Петр Первый правил с 1682 по 1725 год. Он был искренним христианином. Он сместил патриарха Московского, создал священный сенот. Сенот.